Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Вы на канале Айка Эмили. Кто еще не подписан, настоятельно советую вам подписаться, кому не сложно. И сегодня у нас голубцы. У нас их 10 штук. Не знаю, смогу ли я все съесть. Посмотрим. В общем, здесь у нас тортик. Кусочек у нас остался со вчерашнего дня и всего понемножку. Не знаю, смогу ли 10 штук съесть. Они такие аппетитные, классные. Вот, давайте приступим. Обожаю голубцы. Сегодня я хотела бы ответить одной своей подписчице, которая рассказала свою историю. Здравствуйте, Айка. Хочу рассказать вам свою историю из жизни. Я работаю долгие годы учительницей. Но мне, если честно, надоела эта профессия. Я хочу заняться чем-то своим. Я шью нижнее белье из очень качественных тканей и продаю через Инстаграм. Хочется бросить работу и полностью заняться этим. Что вы думаете на этот счет? Там дальше еще есть. Ну, в общем, суть в том, что моя подписчица, она работает учительницей. Ей не нравится ее работа и она хочет заняться своим бизнесом. Причем хочет бросить школу, то есть свою работу и полностью заняться своим хобби. Я считаю, что сначала нужно подготовить почву. Мы, Дина, если вы меня смотрите, я готова вам бесплатно сделать рекламу. Абсолютно бесплатно. Вот, если вы хотите, мы готовы все вместе вас поддержать. Но, мне кажется, не надо бросать работу. Вы можете в свободное время от работы заниматься своим хобби, набрать какую-то клиентскую базу. И когда у вас уже будет, например, в месяц 20 заказов, вы уже можете бросить свою работу. Девушка пишет о том, что пока что заказов нету. Но, если пока что заказов нету, мне кажется, не надо сразу работу-то бросать. Мне очень нравится речь Илона Маска. Он меня очень вдохновляет. Мне нравится, как он высказывает свою мысль. Я прям на английском слушаю и прям кайфую от того, что он говорит. Вот. Но все эти люди говорят, что надо бросать свои работы и начинать свой бизнес. Но, на моих глазах было несколько человек, которые начали свой бизнес и прогорели. Даже самые близкие мои люди. Вроде бы начали классно. Помните, мы столько пиарили? Бургер стейшн. Там было все офигенно. Там было офигенное мясо в бургерах. Бургеры стоили недорого. Так, офигенный дизайн заведения. Классный маркетинг. Все было отлично. Но, почему-то клиенты туда не шли. Вот было странно это. Так что, когда вы начинаете что-то новое, это не значит прям сто процентов, что это прям попрет. Опять же, не отговариваю никого. Но все со стороны кажется намного проще, чем это есть на самом деле. Откуда я это знаю? Мой двоюродный брат открыл что-то вроде чайханы. И вроде бы у него тоже все шло нормально. В том плане, что он все купил. У него все было отлично. То есть, место расположения. И все все равно прогорел. То есть, со стороны мы видим там заведения, куда заходят огромный поток людей. Сидят там, что-то заказывают. Бизнес идет. И ты думаешь, блин, проще простого. Как они навариваются. Классно. Да, они зарабатывают. Но все не настолько просто. Поэтому прежде, чем начать свой бизнес, опять же, это мое мнение. Я никого не отговариваю. Ребята, мне кажется, надо тысячу раз подумать. Если у вас на протяжении, не знаю, года этот бизнес не идет, мне кажется, не надо продавать квартиры, машины, вкладываться в этот бизнес. Я просто знаю человека, который открыл ресторан такой небольшой, ну, что-то вроде кофейни. И у него не шло. И он думал, ничего, раскручусь. Нужно время на это все. Время, время. А аренду-то платить надо? Работникам платить надо? За свет, за газ. За все платить надо? Поэтому человек просто два года тянул, а не хотел закрываться. И в результате продал свою машину. И вложил в этот бизнес. И прогорел. Но, понятное дело, это тоже опыт. Я, наверное, человек не бизнеса. И мне, наверное, не стоит такие советы давать. Но мне кажется, бизнес либо за полгода раскручивается, хоть как-то окупается, либо нет. То есть, я снимала, например, в начале про косметику. Кто подписан на меня давно, тот знает, что я начала с косметики. Я начала снимать про косметику. И снимала где-то три месяца. У меня были просмотры тысячу просмотров. Полторы тысячи. Ну, максимум пять. И вы знаете, что я поняла? Я поняла, что нужно менять стратегию. Нужно снимать что-то другое. Потому что про косметику не идет. Годами ждать, что когда-нибудь у меня будет, не знаю, по 50 тысяч просмотров на каждом видео, я не стала. Знаете, почему? Передо мной были примеры людей, которые тоже начали снимать про косметику. Но у них пошло. У них пошло, у меня нет. Это не значит, что надо ждать. Ждать, что когда-нибудь. Ой, будет. Попробуйте другую сферу. И вы знаете, я начала снимать мукбанки. Это, конечно, несравнимо с бизнесом, но я просто рассказываю вам из жизни, да. Я начала снимать мукбанки. У меня даже не было периода, что мукбанки набирали по 10 тысяч. Они сразу начали набирать по 20 тысяч просмотров. Сразу, как только я начала мукбанки снимать, челленджи, все такое, по 20 тысяч. Потом мои видео начали стабильно набирать по 30. Потом, спустя некоторое время, по 40. И только-только я начала замечать, что мое каждое видео набирает по 50 тысяч. Есть девчонки, которые 3 года назад плюс-минус начинали в одно время. У них до сих пор по 2000 просмотров на каждом видео. То есть, то, что я резко поменяла траекторию, мне помогло. Ммм, как вкусно, ребят. Мне кажется, мне будет 90 лет, и я все равно буду снимать мукбанки. Даже если никто смотреть не будет, я все равно их буду снимать, потому что я настолько полюбила мукбанки. для меня это как вот сходила с подружкой в ресторан, наелась и поболтала. Вот для меня что-то наподобие. Вкусно, друзья. Какие голубчики. То есть, если бы я вернулась бы назад, я бы начала снимать мукбанки, не знаю, с первого курса универа, снимала бы про свою жизнь в универе. Я ничуть не жалею, что я открыла YouTube-канал. Вот не дня. Ой, какая соленая цветная капуста. Честно, бьюти-сфера, мне она безумно нравится. Мне нравится смотреть бьюти-блогеров. Я мечтала, что я тоже когда-то буду популярный, не знаю, блогер в сфере бьюти. Но, когда у тебя нету, например, способностей к этому, но тебе-то кажется, что ты делаешь макияж офигенно, тебе-то кажется, что твой контент такой же офигенный, как у топовых блогеров. И ты не понимаешь, почему у тебя не идет. Вот в этот момент нужно поменять траекторию. А девочке Мадине, которая мне написала в Инстаграме, если ты смотришь это видео, обязательно напиши мне, кинь мне страницу, где твои изделия, я тебе сделаю рекламу. А мы вместе тебя поддержим, правильно? У меня подписчики добрые. Мой любимый тортик. Это просто нечто. Прикиньте, я 10 штук съела. Вот эти мне вообще не понравилась цветная капуста. Мы ее посолили. Но как-то, видимо, неудачно. Она супер соленая. Не понравилась. Сегодня погода хорошая. Хочу пройтись, немножко погулять. Витамин D и все дела. Надену какие-то шорты. И пару кругов. Прямо на солнышке. Когда жили в частном доме, я так скучала по квартире. То есть, мне так хотелось квартиру. А сейчас мы живем в квартире. Я думаю, было бы круто, если иметь еще частный дом. Но в Баку, внутри, в городе. Тортик вообще бомба. Я поела. Было очень вкусный рецепт. Я вам оставлю в инфобоксе. Обязательно переходите, готовьтесь. Если вы не знаете, как приготовить настолько вкусные голубцы. С вами была Айка. Пока.